Я в эфирном пространстве, перешла на рабочий уровень, размораживаю ситуацию в том моменте, который покинула, и спрашиваю Розалию. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, какие аспекты были указаны в письме? На какой из них хочешь ответить? Относительно Иллари? Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, что связывает тебя с Илларией? Были ли у вас прежде совместные воплощения? Да. Да. Покажешь ключевое? Давай призовем самой Иларию ее проекцию. Да, она призывает ее. Да, входит. Приветствую тебя, Иллария. Да, она тоже приветствует меня, считывает эфирное ДНК. Я тоже проверяю, она ли это. Да, это она. Ответишь ли на вопрос? Что тебя связывает с Розалей? Узнавание, созвучие, накопленный ранее значительно совпадающий, значительно совпадающий опыт душ. Да, идет полное подтверждение. Я сейчас информацию даю Илларию в ядро сознания, обо всех алгоритмах освобождения, обо всех сеансах, которые я проводила. Да, она принимает эту информацию. Благодарит. И я спрашиваю сейчас Розалию, покажешь ли ты то воплощение плечевое, которое у вас вот было, одно или череда? Да, она готова показывать. Я сказала череда, и вот она говорит, да, череда. Хорошо. Это земные воплощения? Нет. Это как раз инопланетные воплощения. Вопрос тогда я хочу задать. Вот то воплощение, которое мы с тобой, Розалия, сегодня уже видели. Иллария тоже воплощалась в той цивилизации? Да, да, да. Ну тогда это просто ответ на вопрос. Да, она подтверждает. Иллария, ты подтверждаешь, что истинно так, что вы воплощались неоднократно в той реальности? Да, да, да. Она тоже это подтверждает. Хочешь ли что-то сказать, Розалия, ее рациональная часть имеет возможность услышать нас? Говорит, она все знает. Она не позволяет себе слышать самую себя. Как будто есть... Как будто есть препятствие в принятии своего опыта? Своей глубины? А ты отчетливо осознаешь, вот твоя рациональная часть, отчетливо осознает, кем является? То есть ей в большей степени недоступна информация о глубине опыта души? Да или нет? Нет. Нет. То есть она заблокирована, да? Да. Но она тянется к свету, который идет от Розалии. То есть вот между вами, как Высшим и Я, есть полное согласие, верно? Верно. А существует ли какая-нибудь кармическая привязка между вами? Нет. То есть это благоприятное взаимодействие? Да, да, да. Это поддержка. Взаимная поддержка друг к другу. Да, истинно так. Благодарю тебя, Иллари. Благодарю, отпускаем и закрываю портал. И еще один вопрос, Розалия. Относительно Алины ответишь или тоже призовем ее проекцию? Призовем. Хорошо. Да, призываем Алину. Приветствую тебя, Алина. Да, она тоже приветствует меня. Я считываю эфирное ДНК. Да. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что вас связывает? Существует ли между вами кармическая привязка или узел? Да или нет? Нет. А был? Да, что-то было. Было, показывает. Это было развязано в ходе предыдущего сеанса? Да, да, да. То есть все объяснено и исправлено, верно? Да. На сегодняшний день что вас связывает? Сонастроенность. Показывает структуры ментальных полей и общность целей. Общность целей. Она это называет единством. Вне расстояний. Без расстояний. Без пространственных ограничений. Без преград. То есть вы на уровне ментальных полей сонастроены? Да. Для взаимодействия. И это взаимодействие не содержит в себе какого-то негативного урока, верно? Да. То есть это благоприятное взаимодействие, поддержки и развития, верно? Да, да, да. Хорошо. Благодарю тебя за это пояснение. И тем не менее, если есть необходимость произвести энергообмен, вы можете это сделать. Говорят, нет необходимости. Приятно в сеансе вот так вот увидеть, что нет необходимости работать. Удивительно. Мне нравится. Благодарю тебя, Алина. Отпускаем. Закрываю портал. И у Розалии спрашиваю, скажи, здесь все ясно, на даре рациональной части. Считай свои ментальных полей. Да, все ясно, говорит. Хорошо. Хорошо. Тогда у меня еще один вопрос к тебе. А скажи, пожалуйста, в чем все-таки основной талант, дар? Какую пользу, вот рациональная часть интересуется, какую пользу ты могла бы принести человечеству? начать с себя, говорит. Польза по отношению к себе. Она показывает себя перед зеркалом и говорит, что невозможно облагодетельствовать зеркало, исправить его, приукрасить его, осчастливить его. Это бесцельно и это заблуждение, что можно исправить пространство, не работая над исправлением самой себя. Пространство – это зеркало, отражающее твои собственные глубины. Здесь в проявленном мире человек наблюдает в образах и во взаимодействиях те скрытые механизмы, те заложенные в подсознание человека ограничения либо позволения, сокровища либо проблемы. И пространство поворачивается к человеку именно той гранью, которая в данное время соответствует насущным задачам, воплощенные на земле души. А есть какой-то определенный талант, определенная задача на это воплощение, то есть избрать путь, показывает, что шаги, опять снова показывает вот эти вот как мозаичный пол и каждая следующая плиточка мозаики, она возникает только тогда, когда нога уже поднята для следующего шага. То есть не сдвигаясь с места, следующую плитку мозаичного пола не увидишь. Дорога, путь становится проявленным только тогда, когда человек отправился в путь, принял решение и пошел. Только тогда, когда реализованно воплощен первый шаг, тогда возникает опора для шага следующего. Пока не забрался на первую ступень, вторая ступень не появляется. То есть вот эта последовательность пространства отвечает таким образом. если есть сомнение в самом себе, если есть недоверие к самому себе, то есть торможение, есть остановка, есть стагнация и даже отход назад. И тогда этот путь не проявится, он может не проявиться на протяжении всего воплощения. И только если есть решимость шагать с целью проявлять себя все лучшее, что душа принесла с собой в это воплощение, только в этом случае раскрывается путь. Благодарю за пояснение. Ты показала зеркало, и я задам вопрос, который был задан в аспектах относительно принятия Розалии самой себя, своего образа, своего облика, узнавания себя в зеркальном отображении и неприятия себя на фотографиях. Поясни, пожалуйста, отчего это происходит? Ну, как раз показывает, что это работала программа, которую с детства внушили, помогли сотворить родители и окружение. Сейчас, секундочку. Да, проговори просто. Да, дело в том, что, глядя в зеркало, мы видим привычный облик справа, правую часть лица, слева, левую часть лица. То есть, мы видим в зеркале себя не такими, как и не видит нас окружение. Лица, физические лица наши, они слегка асимметричны, ну, в большей или меньшей степени, но левая часть лица не похожа на правую, они отличаются. И это отличие считывается зрительно, даже вот, да даже измерительно, приборами, это заметно. На уровне подсознания идет пояснение, на уровне подсознания человек понимает, что люди видят его облик таким, какой он на фотографии. На фотографии наша правая часть лица слева, а левая часть лица справа. То есть это совершенно другой облик, но именно таким, как на фотографии нас видят окружающие люди. Если я принимаю мой облик в зеркале, но не принимаю на фотографии, это как раз и свидетельствует, он свидетельствовало о наличии программы, которую мы убирали в начале в первой части сеанса. Да, полное подтверждение идет. В настоящее время вот это проблему восприятия самой себя удалось полностью аннигилировать? Да, да, да. Хорошо, благодарю за это прояснение. Итак, относительно таланта, задачи, говорит, что многовекторность развития по ходу, когда, вот еще раз показывает относительно реализации и проекта, который был задуман, сделав первый шаг, происходит инициирование, происходит импульс, творческий импульс, и пространство начинает, пространство вселенной начинает проявлять не только препятствия, но и элементы поддержки на этом пути. Все высшие проекции буквально выстраиваются, чтобы создать необходимый информационный поток для наращивания объема знаний в этой области и предлагает, но расширяет круг знакомых, круг заинтересованных лиц и заботиться о том, чтобы пришли те, с кем этот путь пройти, вот первые шаги можно сделать и в качестве заказчиков этой услуги, и в качестве сотрудников, и в качестве товарищей, которые готовы тебя на этом пути поддержать. То есть это многоплановая поддержка вселенной. Если цель благая, то она определяет тот объем помощи, который вселенная готова оказать. Да, полное подтверждение. Хорошо, хорошо. Еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, на планете Земля происходит множество событий, которые трудно назвать благоприятными. Есть ли какие-то создавала ли Розалия в любом из воплощений предпосылки к развитию тех или иных негативных событий? Да или нет? В настоящее время я получаю ответ нет. Хорошо, я призываю сейчас матушку Землю, богиню Гайю, матушка Земля, один, два, три. Да, она здесь. Я подышу. Она громадная, конечно. Сканирую. Да, это она. Матушка Земля, благодарю, что подошла на мой призыв. Она благодарит, что ее пригласили. Скажи, пожалуйста, подтвердили опровергни сомнение Розалии. Имеет ли она отношение к закладыванию каких-то негативных воздействий в твои поля на любом из уровней? Просто да или нет? 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 И еще раз нет. но в любом случае энергообменные процессы я думаю Розалия хочет произвести с тобою попросить у тебя прощения возможно за то, что она по по какой-то причине произвела. Матушка Земля благословляет ее для этого. Она подходит к ней вот образ такой, что она подходит к ней и вот так протягивает руки. А Розалия как будто снимает с себя какие-то веревочки, какие-то побрякушки, какие-то бижутерию какую-то, что-то снимает с себя какие-то украшения, значки, какие-то подвешенные медальоны или медали, что-то снимает, с головы снимает какую-то то ли корону, то ли венец, снимает какую-то одежду с себя, то есть какие-то знаки, символика которых, в общем, очень много ролей было на Земле, как я понимаю, и были какие-то регалии, было какое-то осознание себя, вот вправе принимать решение во вред, во вред не просто Земле, а во вред детям планеты Земля, во вред детям, да, а дети матушки Земли это и люди, и животные, и растения, и минералы, то есть это весь комплекс жизнеобеспечения и все, кто на этой планетарной площадке обретает свой опыт, и вот она оружие складывает, Розалия оружие складывает ей в ладони, матушка Земля громадная, поэтому все, что она снимает с себя и складывает, это просто умещается у нее в ладонях, Розалия говорит, я стою перед тобой такой, какая я есть, я не нуждаюсь в признаниях моих заслуг, я не нуждаюсь в обвинениях в мой адрес, но я прошу прощения у тебя за мои неправедные деяния по отношению к детям твоим, прости меня, она голову склоняет перед матушкой Земли, матушка Земля аннигилировала все, это у нее пустые ладони уже, она ей кладет ладонь на голову, гладит ее по голове, она ее благословляет на путь свободы, независимости от прошлого, она говорит, твой путь чист, ровно настолько, насколько чисты твои намерения, шагай смело, она буквально как будто пространство перед ней разворачивает, как будто скатерть такую стелет и расправляет все складочки, действительно скатерть стелет перед нею, и ландшафт такой разворачивается, светлое такое пространство, чистое, зеленое, солнечное, да, ты можешь сейчас также простить матушку землю, если хочешь, если когда-то ты испытывала нужду в чем-то и думала, предполагала, что тебе не хватило ресурсов на этой прекрасной планете, вот это ложное убеждение относительно того, что ресурсы матушки земли могут быть исчерпаны, это бесконечность, ресурсы матушки это бесконечность, столько, сколько действительно нужно, когда оно востребовано во благо себе и во благо другим, этот ресурс бесконечен, сейчас матушка говорит, да, вы можете произвести полный энергообмен, и попроси матушку восстановить все поля, все твои земные аватары, почистить все твои проекции земные и твое физическое тело, да, оно может поработать с тобой, да, и исцелить и коленочку тоже, конечно, нужны, да, сейчас работа завершена, она благодарит матушку землю, матушка земля благодарит ее, благодарит меня, покидает, отпускаем ее, покидает поле сеанса, закрываем портал, хорошо, сделано, хорошо, есть еще у тебя какие-нибудь вопросы? Она стоит молчит, такая улыбается, загадочная такая улыбка Моны Лизы, улыбается, смотрит так на меня, как чувствуешь себя? Великолепно говорит, великолепно, хорошо, но призывай матушку почаще, это возможно, а мне ответить, пожалуйста, вот на какой вопрос, Розалия в письме описала, что на грани сна и яви, либо почти в сновидении, в альфа состоянии она слышит голос, поясни, пожалуйста, чей это голос? Мой, говорит, то есть это ты с ней разговариваешь? Да, 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 скажи, пожалуйста, есть ли какая-то частица самой тебя в настоящее время, которая где-то заперта, привязана, может быть, магическим способом, целостна ли твоя душа в настоящее время на все 100%? Да, да, да. Хорошо. Хочешь ли что-то сказать своей рациональной части? она показывает, она буквально мне показывает, я в ней, а она во мне. Мы есть единое целое. Очень важно осознать это, прочувствовать это, чувственное осознание, осознать сердцем, что так оно и есть, что мы неразделимы, и так было, и будет всегда. Только ум сопротивляется этому осознанию. Рациональный человеческий ум и только он нуждается в диалоге, в общении, в диалоговом режиме общения. Все, что знает Розалия, заглянув в свое сердце, есть мое знание, есть ее знание, поскольку это неразделимо и неразличимо. Каждая попытка, каждое движение, каждый шаг навстречу себе и вглубь себя я готова поддержать. Сейчас нет трансляции. Поддержать точка, видимо. Да, да, да. Готова поддержать любой шаг. Хорошо. Благодарю тебя за эту трансляцию. Есть ли еще какие-то вопросы либо темы, которые нам сегодня нужно осветить? Покажи мне свою ментальную карту, давай уже закончим, так как положено. Да, разворачивает. Сияющая, просто сияющая. Я такую ментальную карту не часто вижу. Да, все чисто. Она говорит, что это результат работы, совместной работы и той работы, которую проводит сама Розалия. Она говорит, что благодарна рациональной части своей за в русском языке слово такое неугомонность, за неспокойствие, за отсутствие пассивности, за активность на этом пути, за этот поиск, в котором находится она, несмотря на все жизненные перипетии. Она находит для этого время, она находит для этого силы, она формулирует свои вопросы и формулирует их очень правильно. Она видит, она ясно видит задачи, она видит множество задач перед собой, и пока они еще не слились в единый комплекс, но это произойдет неизбежно и станет проявленным неизбежно. говорит, что она окажет всемерное содействие этой работе. Хорошо. А проверь, пожалуйста, энергосистему. Давай посмотрим на чакральный столб. Да, нужно ли прочистить его, активировать чакры? Да, можно. Хорошо, давай так и сделаем. Да, активируем. Там, где привязка была, вот к супругу вторая чакра, как без нее? Никак, это ядерный реактор женского присутствия. Волевой центр, сердечный центр, коммуникации, творческая реализация. Да, то есть вот те проблемы, которые сегодня убирали, они блокировали чакральный столб и энергия, проточность энергии была недостаточной, как бы не хватало энергетического ресурса, не хватало потенциалов на то, чтобы какие-то моменты до конца осознать и воплотить в жизнь. Хорошо, шестая чакра. Да, если есть какие-то, если обнаруживаются какие-то искажения или затруднения, убирай все это. Откалибруй орган многомерного видения реальности. И коронная чакра также. Запусти, как кит запускает фонтанчик, вот этот импульс энергетический, запусти аж до самого первоисточника фонтаном и рассветись на все мироздание по всем энергоканалам сквозь все тела твоего присутствия, сквозь все аватары твои разных мерностей, все аспекты, все ипостаси, по всему лучу твоего творения. Хорошо, да, сделала. А теперь позволь мне посмотреть над головой формирование чакр. Да, показывает. Восьмая чакра сейчас функционирует. Причем где-то примерно на 50% она активна. Так, хорошо. Девятая чакра показывает. И даже в девятой чакре есть светящиеся искорки. Да, десятую чакру. Здесь сформировано. То есть есть уже объем. Света еще нет, но объем уже есть. И соответственно дальнейшая работа над собой, дальнейшее взаимодействие со своими высшими аспектами будет способствовать раскрытию и десятой чакры и одиннадцатой и двенадцатой. То есть все полномерное присутствие Бога на планете Земля. и соответственно доступ ко всем ко всей сокровищнице знаний своей души. Хорошо. Запусти процесс активации. Да, сделано. Хорошо. Есть ли у тебя какие-то вопросы ко мне? Нет. Все ли вопросы мы осветили в ходе этого сеанса? Да, да, да. Хорошо. Она благодарит сейчас меня. Одним вихрем таким раз так за собой убрала, собралась и покидает рабочее пространство. Ну, а покидает его не просто там крыльями взмахнула и взлетела или левитировала, она вот вот вихрь закрутила, она вот этим вихрем и ушла. Да, я сейчас проверяю, все ли порталы закрыты. Да, да. Отстраняюсь от всех, от всего. Проверяю рабочее пространство. Проверяю мою энергосферу. Да, все хорошо, я могу выходить, покидаю рабочее пространство и возвращаюсь физическое тело всем моим сознанием на один, два, три. Розалия, я закончила. Абиму финиту? Финита. Финита. Продолжение следует...